Станет ли Россия союзником США в борьбе с Китаем? Ну, Россия станет союзником США в борьбе с Китаем? Только, конечно, в том случае, если изменится коренным образом геополитическая ситуация в мире. Но даже они не нуждаются с Россией как союзником. Сказал же, работать в отдельных направлениях. Мы видим, Россию пытаются завлечь в эту перспективу участия в этой самой «семерке», «восьмерке». Как раз для того, чтобы ее присоединить к этой антикитайской коалиции. Потому что, кроме России, приглашали также Австралию и Индию, которые являются главными сейчас союзниками в противостоянии с Китаем внутри региона. Для США важно, чтобы Россия не создала с Китаем военно-политический союз, поскольку это резко снизит возможности давления на Китай в военной сфере. Это, конечно, не решит китайских проблем, связанных с логистикой, в случае, когда это перекрытие Южно-Китайского моря или создание каких-то трудностей для Китая. И это не решит проблемы с реализацией сухопутных логистических проектов, если в регионе будут создаваться серьезные специалисты для этого. Но это позволит именно в военной сфере снизить возможность давления на Китай. И, правда, пока нет перспективы образования такого союза, потому что доктрина Китая основывается на том, что Китай не создает военно-политических союзов с другими государствами. И, в общем-то, пока и Россия не проявляет никакой склонности к образованию такого союза. Но если давление будет усиливаться на Китае, если возникла перспектива полномасштабного противостояния, ситуация может измениться. И у Китая есть, что предложить России для того, чтобы склонить ее руководство к принятию такого решения, если оно не понадобится. Поэтому для США важно, чтобы такое решение просто теоретически нельзя было принять. Для этого надо создать угрозу санкционного давления на Россию, чтобы Россия понимала, что любой антиамериканский шаг, особенно направленный на сближение с Китаем, придет к резкому ужесточению санкций, которые пока все-таки носят относительно мягкий характер, к резкому ужесточению санкций, вплоть до прямого запрета на торговую линию. И в этой ситуации, так сказать, будет понятно, что если Россия будет это понимать, на такой шаг она не пойдет. Тем более, что если Китай будет понимать, что сближение с Россией в военно-политической сфере будет означать прямой вызов США, на который США соответствующим образом ответит, прежде всего, в экономический сфер. И тогда можно, так сказать, это предположить, что если подобная возникнет перспектива, то ни Китай, ни Россия не будут искать военно-политического сближения, а именно больше ничего, по сути дела, от России и США именами. То есть понятно, что в случае такого отстраненного отношения к американскому противостоянию Россия сможет извлечь какие-то выгоды, но эти выгоды будут относительно небольшими по сравнению с той угрозой. То есть управлять будут, скорее всего, при помощи усиления санкций, а не при помощи предоставления выгод. И вот здесь появляется важность отношений России с Европой. Если Россия восстанавливает отношения с Европой, то тогда угроза санкционного давления становится намного меньше. Потому что каждый раз в США надо будет преодолевать европейское сопротивление, и надо будет следить за тем, что европейцы выполняли санкции, а европейцы будут каждый раз говорить, что это вмешательство в наши внутренние дела, и мы этого не позволим и не потерпим, и это будет подрывать евроатлантические единства, которые без того Трамп практически разрушил. То есть в такой ситуации, я думаю, что это не только Трамповская, это будет стратегия любой администрации, которая будет продолжать политику давления над Китаем. Важно, чтобы Россия не получила возможность решить свои проблемы за счет восстановления отношений с Европой. А для этого надо, чтобы санкции оставались.